Хорошо, Джин, у нас есть Hisense U8, а был U7, и нам он очень понравился. Да, он очень крут, но намного ли лучше U8, и может ли он конкурировать с Samsung и Sony, которые стоят в два раза дороже? Мы должны это выяснить. Да, но не забудьте досмотреть до конца, где мы дадим совет по покупке этого телевизора, так что давайте его распакуем. А как обычно, актуальные цены на представленный телевизор в описании к видео. У нас 75-дюймовая версия этого телевизора с ADS-панелью, которая нам нравится, так как углы обзора будут еще лучше, так что скорее его распаковываем. Жестче, жестче. Хорошо, я попытаюсь приподнять телевизор, чтобы ты могла вытащить их, не оставляя следов на полу. Думаю, я приподнял его достаточно, чтобы ты могла вытащить эти. Джин, это не вина Hisense. Но, блин, неужели транспортная компания так работает? У нас тут дырки на задней стороне. Такое ощущение, что его пинали. Да, это плохо. И еще вот здесь, как будто бы ручка сломана. Повсюду грязь, так что нам обоим уже пришлось помыть руки, чтобы просто его передвинуть. Это раздражает, поэтому иногда полезно забирать телевизор самому, если у вас есть грузовик. Но иногда нужна доставка, как сейчас. Передняя сторона нормальная, задняя вся побита. Это, видимо, те, кто любит шлепать по попке. Да, нужно быть очень осторожной, чтобы тебя не зашлепали. Да, точно. Разрежь это, но осторожно, но быстро. Окей? Но медленно. Окей. Аккуратней. Это было аккуратно, Джен. Вини в этом транспортную компанию, это справедливо. Посмотри на это. Я знаю, знаю, просто издеваюсь над тобой. Что мне нравится в 75 дюймах, так это то, что я могу смотреть на него сверху вниз. Не очень большой. Чего ждем? Круто, тут всякие прелести, пульт и все такое. Какой пульт? О, большой. Металлический пульт Хайсенс в этом году выглядит круто. Мне он определенно нравится, хороший пульт. Спасибо. Пожалуйста. Это, вероятно, та часть, которая крепится к телевизору. И поставка где-то здесь? Да, я нашел время посмотреть инструкцию. Так что я, возможно, сделаю все правильно, потому что обычно мы этого не делаем. Все бывает в первый раз. Мужик, читающий инструкции. Попробуем поднять? Конечно, давай вытащим, чтобы не произошло. Да, я имею в виду, что это штука. О, посмотрите на это. Выглядит неплохо. Ладно, давай пройдем вперед и не будем ставить ее на пол, потому что я не хочу, чтобы она... Я взял, взял? Взял? Да. Аккуратно. Уберем эту срань отсюда. О, похоже, что пенопласт немного пострадал. Но телевизор должен быть в порядке. Не, все в порядке. И хорошо, что вмятина появилась сзади. На телевизоре ничего нет, все норм. Там было немного места, но именно поэтому он так и упакован, чтобы предотвратить любые повреждения. Подними-ка это. Нужно придержать телевизоры на всякий случай. У нас уже падал телевизор. Но без повреждений. Потеряла пять лет своей жизни. Что думаешь, Сезарь? Хайсонс или ТСЛ? Ему определенно нравится то, что на экране. Что это? Взять? Нет, не трогай, нет. Я же пошутил, чувак. Это просто цветок. Ты забылся. Давай, убирайся отсюда. Иди сюда. Тишина. Окей. Как мы должны это сделать? Боковой пенопласт ложится вниз, а затем мы кладем на него телевизор. Видишь, я уже выбросил его. Брэнд, не забудь про пенопласт. Да никогда. Оу, пенопласт просто лежит. Но тут нет выемки для телевизора, как будто бы это не тот пенопласт. Тут должны быть пазы, с одной стороны. Ладно, несмотря на то, что я читал инструкцию, эти части не похожи на те, что там. Мы не можем положить их и вставить сюда телек. Так что, не знаю, придется делать все по-своему. Попробуем моим способом. Как насчет того, чтобы просто поднять его, поставить здесь, а я подержу, пока ты приделаешь ножку. Ты зайдешь спереди? Да, я буду здесь. Я уже вытащил свою сторону. Подними свою и давай на меня. Еще немного. Пытался вытащить тебя из пленки, но не получилось. У меня нет столько сил, чтобы так двигать ногой. Заниматься надо. Класс. Это было круто. Ты права, права. Опа. Боже. Чуть не проделал дырку в полу. Так, надо взять другую часть, прикрутить шурупы и собрать все вместе. Подержишь его секунду? Да. Дай мне вынести мусор. Мы уже веселимся, Цезарь? Цезарь всегда веселится. Верно? Тебе весело? Да. Хорошо, поменяемся. Тут слишком много работы, я просто буду его держать. Посмотрим, что у нас здесь. Держи его. Держу. Я придерживаю ногой, но я могу понять, как это выглядит. Я заставил оператора немного понервничать. И меня. Как открыть-то? Да, дело непростое. Тут скотч на скотче. Я думаю, сначала его надо поставить сюда. Сначала сюда? Мне кажется, да. Хорошо, Джен. Похоже, нам придется снять эту пластиковую деталь. Мы должны снять это, Цезарь? Нужно снять. Непонятно, почему я пытаюсь сделать это отсюда. О, смотри, винты. Так, мы нашли еще два винта, так что теперь у нас их около десяти. Странновато. Четыре больших вкручиваем сюда. Затем два маленьких в эту область. Они будут действовать как своего рода крючки для него. А затем, как только мы зацепим его на них, еще четыре винта сюда. Немного запутанно, но давай начнем и закрутим четыре сюда, а там видно будет. Хорошо. Теперь маленькие винтики сюда, Джен. Окей. Хорошо. Я облегчу нам задачу, Джен. Это может показаться смешным, но давай прикрутим эту подставку сюда. Окей. Хорошо, мы поместим его вот сюда. Давай вот отсюда попробуем. А затем тяни его в ту сторону. Да, толкай его. А теперь вставляй винты. Давай, я зафиксировал его. Вот что бывает, когда у вас нет нужных кусков пенопласта, которые должны были прислать нам Хайсенс. Вы вполне можете положить его на стол или еще куда. Положите его на пенопласт. Есть и другие способы сделать это, но этот способ явно самый веселый. Здесь нужно взяться за одну из сторон, чтобы я не уронил его, когда будем ставить на подставку. Ухватись за эту сторону. А не, возьми за другую, а затем приподними его и ставим на пол. Вот так. Да. Хорошо, теперь нужно это поставить сюда. Почему на ней решетка, которая выглядит как динамик? Это есть динамик? А, это место под кабель. Очень приятно. Силовая техника, это всегда хорошо. Окей, несем тумбу, Джен. Цезарь, берегись. Глупаешь. Вот так, хорошо. Готово, Джен? Угу. Раз, два, три. Прекрасно. Боже. Вот так. Последнее время от тебя много разных звуков, когда ты поднимаешь эти телевизоры, Джен. Все норм. Просто это маленький детский телевизор, он не такой уж и большой. Но ты знаешь, ему сейчас время? Здесь много пленки, которые нужно снять. Так что приступай. Видишь, я бы начал снизу. Но именно поэтому ты профессионал, а я новичок, да? Классный момент. Я просто любуюсь видом. Насколько моя энергия эффективна? Сначала выясним это или что-то еще? 50 баксов. Я стою 50 баксов. Честно. Смотри, не продешеви. Какая шумная. Ага. Вот, спереди еще сними. Забава для. Фантастическая работа. Это было прекрасно. Я хочу сказать, что для меня он выглядит как премиум телевизор. Он конкурирует с Самсунгом по внешнему виду с подставкой посередине, и мне это очень нравится. Я не знаю, почему я стою здесь с этим, это не мое. Оно вообще никому не надо. Да, у него хорошее антибликовое покрытие. Оно прекрасно выглядит, но не имеет такого эффекта радуги, как у Самсунга, но мне это нравится. И это не самый тонкий минилэй телевизор в мире. Если честно, то наш Sony Bravia 9 тоже довольно толстый. Но этот выглядит немного иначе, чем прошлогодний. Он выглядит чуть массивнее. Почему я хожу с этим? Фигня какая. Он немного толстоват. Здесь есть сабвуфер, и это круто, мне нравится. А также крепление веса 600 на 400 миллиметров. В общем, все довольно стандартно. Что у нас тут, Джин? Просто шнур питания. Странно, что он сбоку, его придется протягивать сюда. Не лучше было бы поставить блок питания прямо здесь, или, например, вот здесь? Да, было бы хорошо. Да, посмотри, какие у меня грязные руки. Сзади имеется порт USB, последовательный порт и 4 HDMI. Верхний порт это порт ARC, который отличается от двух нижних, которые имеют 4K120. Это здорово, это похоже на путь TCL, где они сделали 4K120 отдельно от порта ARC, так что саундбар не повлияет на наличие двух игровых консолей. Причем эти могут до 144 Гц, так что если у вас есть компьютер, вы можете получить более высокую частоту обновления. А далее идет антенна, затем AV-вход и разъем для наушников. А вот здесь у нас есть проводной интернет, цифрово-оптический выход и еще один USB-порт. Итак, Джин, нам нужно найти пульт и включить его. О, вы знаете? Что дальше? Что дальше, Би? Я счастливчик. Все, что мне осталось сделать, это включить его. Ну, я имел в виду пульт и включение телевизора, так почему бы нам не найти пульт и сделать это? Окей, спасибо за уточнение. Итак, вот наш пульт. Он имеет приятную металлическую отделку, которая придает ему премиальный вид. Здесь есть специальные кнопки, расположенные в верхней части, навигационные кнопки, громкость, переключение каналов. Он немного великоват для пульта без цифр, но он справится со своей задачей. Больше всего мне нравится, что он с подсветкой. Зажгись. Хорошо, Джин, теперь пришло время включить телевизор, и вот мы уже на главном экране, и у нас уже настроенный Google TV. Возможно, мы пропустили несколько моментов, но, как вы видите, мы находимся в операционной системе Google TV, которая является одной из моих любимых, просто потому что она очень простая. Всякий раз, когда я вхожу в систему, как только я ввожу свои данные, она хранит все, что я смотрел, и поэтому очень легко взять сериал, который я не досмотрел, и посмотреть его в другой комнате. Мне это нравится, и, конечно, имеются все приложения из магазина Google Play, так что вы просто загружаете сюда все, что хотите посмотреть. Имеются бесплатные каналы Google TV, так что на халяву можно что-то посмотреть. Но чтобы увидеть, насколько хорош этот телевизор, мы зашли на YouTube TV, который мой редактор установил на любимую кнопку на пульте, о которой мы не говорили. Это классная дополнительная кнопка, которая на нем есть. Так что я нажму на эту кнопку, и мы перейдем к контенту, и посмотрим, насколько ярко он показывает, как он апскейлит и все такое, а в конце перейдем к советам по покупке. Итак, когда я включил YouTube TV, я заметил, что телевизор выглядит однородно. И я не уверен, что хорошо это или плохо, то есть выглядит он очень хорошо, но дело в том, что он, вероятно, был не на пике яркости, поэтому нам пришлось зайти в меню и поменять его режим ночного кинотеатра. И я установил его в стандартный режим, потому что я хочу посмотреть, как он показывает спорт. Пришлось поднять яркость и все это, а затем цветовую температуру. Просто меню у телевизоров Hisense немного странное. Если единственное, на что я жалуюсь, это меню, то у этого телевизора оно еще нормальное, потому что пару лет назад меню Hisense было еще хуже. Сейчас оно улучшилось. Но вы можете видеть, когда я меняю температуру со стандартного, он сначала переходит к теплому 2, а затем к теплому 1, фактически самому теплому. Очевидно, они немного напутали. Я думаю, что теплый 1 должен быть промежуточным, а теплый 2 с самым теплым цветом. Поэтому, когда вы покупаете такой телевизор, у вас могут быть такие мелочи. Но, честно говоря, теперь, когда я все настроил, он выглядит очень ярким и все еще однородным. То есть он выглядит очень похожим на OLED. Он не выглядит так, как будто бы раздувает блики и не кажется чрезмерно ярким, но в то же время обладает невероятной контрастностью. И апскеллинг выглядит очень хорошо. Определенный спортивный контент очень сложно масштабировать 720p до 4K. Но я думаю, что этот телевизор справляется с этим так же хорошо, как и все телевизоры, которые я видел в этом году. Так что при просмотре сзар-контента, спорта, новостей, всего такого, это очень хороший телевизор. И судя по упаковке, у нас 75-дюймовая версия, которая, на мой взгляд, является лучшей, потому что у нее ADS-панель, которая лучше показывает под углом. Так что если вы смотрите спорт, хотите пригласить людей, я бы рекомендовал 75-дюймовую версию, а не другие размеры. Потому что я заметил, что AirThings дали этому телевизору низкие оценки, когда дело доходит до просмотра под углом. Но 75-дюймовая версия под углом выглядит очень хорошо. Так что если вы собираетесь выбирать размеры и думаете такие 85, 75 или 65 дюймов, и вы можете поставить их все в своем доме. Я бы выбрал 75 дюймов, если у вас есть широкая гостиная, в которой люди будут смотреть телевизор. А поскольку у нас есть возможность продолжить просмотр, как я уже говорил, я нажму здесь на Disney+, и попытаюсь посмотреть этот фильм, хотя он не перешел сразу на фильм. Где-то найдешь, где-то потеряешь. Давайте продолжим просмотр и покажем вам некоторые анимационные кадры и другой HDR-контент. Мое первое впечатление от HDR, это то, что он выглядит фантастически. Честно говоря, это один из лучших телевизоров, который я видел в этом доме. Правда, мне пришлось внести пару исправлений. Мы используем один и тот же источник в родном приложении, поэтому нам пришлось изменить его с Lobby Vision IQ на Lobby Vision Custom и поработать с некоторыми настройками, снова переместив его на более теплую температуру. Мне нравится теплый 2, а затем улучшение движения. Он выглядит довольно хорошо в минимальном значении, но я думаю, что 4.4 это что-то вроде золотой середины. Нет ощущения, что слишком много дрожания, и в то же время нет эффекта мыльной оперы, так что 4.4 это те настройки, которые мне нравятся, и все снова выглядит очень сбалансировано. Он не слишком яркий, но это яркий телевизор. У него фантастическая контрастность, и вы можете видеть действительно хорошую детализацию и глубину изображения. И даже переключаясь на широкоэкранные фильмы, а я всегда ищу некоторые вещи, с которыми у ЖК телевизоров возникают трудности, такие как блуминг в широкоэкранных областях. И когда есть всплывающие субтитры или титры, обычно имеется много блуминга, или вы подавляете яркие блики, пытаясь его контролировать. Но в обоих случаях, этот U8N отлично справляется со своей работой. Я в принципе вижу минимум блуминга, и поэтому для мини-лай-телевизора с такой яркостью иметь минимальный блуминг, это фантастика. И забавная вещь, что Sony Bravia 9, очень-очень высокооцененный телевизор, я думаю, что по большей части это удивительно, но когда вы ставите фильмы на паузу, у него есть что-то вроде странной проблемы с подсветкой, когда предметы становятся слишком яркими, или меню становится чуть ярче, или тусклее. Этот же довольно хорошо справляется, даже когда появляется сложное меню, и при этом не выглядит нелепо. Опять же, Sony Bravia 9 – фантастический телевизор. Hightens E8N тоже фантастический телевизор, но мне нравится, что при вызове меню и выходе из него нет странных переходов в разных уровнях подсветки. Все очень равномерно. И мы нажимаем play, и двигаемся дальше с яркими бликами, фантастической контрастностью и в целом потрясающим HDR-телевизором. Как вы понимаете, я довольно высокого мнения об этом телевизоре. Давайте пройдемся по нескольким тестам, я вроде как знаю, на каком этапе мы находимся с каждым из них, но давайте все же сделаем это по-быстрому. Во-первых, как я уже сказал, углы обзора просто фантастические, поэтому если вы собираетесь его брать, берите 75-дюймовый, потому что я не могу сказать, что 65 или 85 под углом будут выглядеть так же. Но мне очень нравится 75-дюймовый в этих E8N и E7N, под углом они оба очень хорошо выглядят. Когда дело доходит до блуминга, то, как я уже говорил, он выглядит фантастически. Круги на экране ярче, чем на некоторых других телевизорах, которые мы показывали, поэтому мы знаем, что он не слишком сильно подавляет блики, но в то же время свет не перетекает в черную область. Так что у вас есть золотая середина, и я думаю, что Hysense проделали долгий путь в управлении мини-лет подсветкой. Однородность экрана или эффект грязного экрана, это то, что может испортить вам день, если вы получите телевизор с большим количеством пятен на экране. Но в целом он выглядит довольно хорошо, если честно. Мы не заметили особых проблем с однородностью изображения. И в целом, повторюсь, ADS панель довольно хороша для таких вещей. Так что это пока не совет по покупке, но 75-дюймовая версия это фантастика. И напоследок тест антибликовых возможностей, которые опять же очень хороши, очень равномерны. Есть немного эффекта радуги по всему экрану, но не слишком много. И в то же время он справляется с отражениями, как и OLED-телевизор, где свет сильно гасится. Но при этом видно, что этот телевизор намного ярче, так что он как бы объединяет в себе оба мира. Очень хорошие антибликовые свойства. Даже лучше, чем у U7N. И в то же время он очень яркий телевизор, так что если у вас есть яркая или темная сцена в гостиной с большим количеством света, я думаю, что все будет хорошо. И последнее, к чему вы должны перейти, это гейминг, потому что я знаю, что многие из вас любят играть на своих телевизорах. Как я уже говорил, U8N оснащен двумя портами HDMI с поддержкой 4K120, а фактически 4K 144 Гц. В нем есть режим автоматической игры ALLM и VRR, так что у него отличные характеристики для телевизора. Мы играли в разные игры, очень яркие, насыщенные. Снизу есть игровая панель, показывающая вам различные функции, которые вы используете в игровом режиме. Но в целом тут быстрый и отзывчивый геймплей. Все, что вы ожидаете от флагманского мини-леда, когда дело доходит до гейминга. И пришло время вернуть Джен и дать вам совет. Я вернулась. Скучали? Я подслушивал, а в другой комнате, похоже, тебе нечего сказать об этом телевизоре, ничего плохого. Я бы не сказал ничего плохого, но по большей части он действительно хорош. Я имею в виду, что он очень похож на хорошо сбалансированный телевизор, и я его большой поклонник. Я был их большим поклонником и в прошлом году. Я думал, что UCMN в этом году выглядит довольно хорошо. А потом я начал думать о том, сколько эти телевизоры стоят по сравнению с некоторыми другими флагманскими телевизорами, которые мы получаем. И вы должны начать думать о покупке телевизора HySense, если вы заботитесь о цене, потому что этот телевизор с диагональю 75 дюймов стоит 1600 долларов. Окей, дороговато, конечно, но гораздо дешевле, чем топовый QLED телевизор Samsung. Показывает тут, естественно, немного получше. Он стоит меньше половины стоимости Sony Bravia 9, который тоже очень хорош, но очень дорогой и, честно говоря, является самым рейтинговым мини-лед телевизором всех времен. А если вы сравните его с TCLM QM8, который у нас здесь, то это практически то же самое. Он немного лучше по нескольким характеристикам, а QM8 в том же размере примерно на 100 долларов дороже. Но вы получаете VA панель, тогда как тут ADS, чем и подкупает меня HySense. Потому что мне нравится, что по сравнению с другими мини-лед телевизорами, этот под углом выглядит великолепно. Если вы приобретаете не 75-дюймовый телевизор, то он будет гораздо более сопоставим с QM8 и Samsung QN90D в том, что касается углов просмотра. Поэтому мне сложно сказать, что однозначно берите его. Но это все равно будет очень хороший телевизор. Но если вам нужен именно просмотр под углом, то 75-дюймовый телевизор имеет огромное преимущество перед остальными телевизорами. Так людям брать его, да? Думаю, да. Я действительно думаю, что он должен быть, по крайней мере, на втором или третьем месте, если вы собираетесь приобрести мини-лед телевизор. Если вы собираетесь приобрести OLED телевизор, то это немного другое дело. Но, честно говоря, это один из самых похожих на OLED телевизоров, которые я когда-либо видел. Он сбалансированный, с минимальным блумингом, выглядит невероятно. Так что я большой поклонник U8N. Я определенно думаю, что вы должны брать его, или вы можете попробовать U7N, который имеет почти те же функции. Только он не такой премиальный, но вы сэкономите 500 баксов. Это большая экономия, почти на треть. U8N, UCMN, большие молодцы в этом году. Хорошая работа HySense, не знаю, что еще сказать. Это высокая оценка от Be The Installer. Именно. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли дальше делать этот замечательный контент. Увидимся. Адьос.